Говорят, под Новый год что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Чудо ждет каждый, но особенно дети. И сегодня подарить ощущение праздника, исполнить заветное желание ребенка может абсолютно каждый. В торговом центре «Ладья» проходит акция «Чудо-елочка». Эту акцию уже более 15 лет проводят щелковские активисты молодой гвардии «Единой России». Новогоднюю елку, расположенную на первом этаже торгового центра, украшают не только стеклянные игрушки и праздничные ленты, но и письма главному зимнему волшебнику, которые написали воспитанники детского сада номер 18 «Росинка» компенсирующего вида. 94 ребенка очень ждут подарка от Деда Мороза. И кто, как не взрослые, могут помочь исполниться заветным желанием ребят. Щелковцы из года в год с удовольствием принимают участие в этой акции. Присоединился к ней депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Действительно, эта традиция уже стала ежегодной. И вот мы с удовольствием исполняем эту роль, передаем от детей письма Деду Морозу для исполнения желаний. Я вот наугад сегодня, как это всегда по традиции, взял письмо. Обязательно Дедушке Морозу передам. Здесь пишет Миша Фоминых. Им очень нравится, наверное, мечтает стать летчиком. Поэтому для меня это очень важно, как прослужившего 21 год военно-воздушных силах, передать Дедушке Морозу такую просьбу купить вертолет, который управляет радиоуправляемый. Собираем подарки, дети пишут свои пожелания Дедушке Морозу. Мы ставим елочки новогодние в торговых центрах Кэмп и Ладья, где любой желающий может взять письмо и осуществить новогоднюю мечту ребенка. Оставить подарок для детей под чудо-елочкой можно будет в пятницу и субботу с 15.00 до 19.00. Анна Балиет, Екатерина Беляева, Щелковское телевидение.